Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что у вас происходит. Вы описали ситуацию, скажем так, довольно серьезную, довольно классическую. Я вот сейчас открыл ваш вопрос другой, вы сказали, что отвечали уже, здесь писали свой вопрос, я его посмотрел. Приятной неожиданностью стало то, что это был я, я вам отвечал на вопрос, вот, и вы написали, что я вам помог, это приятно. Вот, приятно всегда, когда есть какой-то социальный результат от того, что, ну, от того, что работаешь. Вот, приятно. Ну, давайте попробуем все-таки как-то вот ближе пройти к тому, что с вами сейчас происходит, да. А ситуация, которую вы описываете, можно оригинализовать немножечко не так, как вы ее видите. В вашем случае, в вашем описании, получается так, что мужчина веркалит свое отношение к себе, себя на других. Так, говорите вы. Но, в действительности, в действительности, как это видится мне, вы отверкаливаете свое отношение к себе на него. И его отношение к вам, это своего рода зеркало ваше, как ни печально. Дело в том, что изначально вы начали встречаться, значит, договоренности. Как вы пишете, да. Вы стали встречаться после договоренности и взаимной симпатии, нежели когда ураган чуть накрывает голову. И все было хорошо, все было идеально, все было здорово, но вы сами с самого начала обозначили, что мне нужны отношения, нацелены на детей из-за мудрства, без всяких уловок и хитрых ходов, как делают многие девушки. Так, возникает вопрос. Если вы готовы ради отношений, ради ребенка идти на подобное взаимодействие с мужчиной, на основе договоренностей, на основе какого-то взаимовыгодного, скажем так, соглашения, то ребенок и семья вам очень важны. Вообще, по сути, это ваша, получается, ценность ребенка и дети, это ваша ценность. Причем, ценность эта ваша, как мне видится, основная, и вот над ее природой, над природой этой самой ценности, я бы хотел, чтобы вы подумали. Потому что, видите, как получается, отношения с мужчиной вы выстраивали на, значит, изначально, на договорных основах, Потом вы, значит, предъявляли ему претензии по поводу того, что он не хочет, значит, брать вас замуж, то есть, брать вас в жене, простите, брать вас в жене. Вы предъявляли ему эти претензии. И даже, что немаловажно, вы из-за этого расстались. И когда он вернулся к вам, с той целью, чтобы вы... Надо себе слово... Чтобы вы к нему... Когда он пришел к вам, чтобы вы к нему вернулись, То есть, вы здесь обозначили ему конкретный срок, что вам нужна наша семья. Да, вроде бы получается, что вы изначально эти условия оставили. Вроде бы получается, что изначально, вроде как, мужчина на эти условия соглашался. То есть, формально, формально, получается, что да, вроде как, вы правы. И, ну, мужчина же мог не соглашаться, да, а он, он согласился. И... Вы можете сказать, что, ну, а что? Что? Что такого? Он же ведь согласился, и если бы не хотел, да, то не соглашался бы, а так, что... Зачем бы я соглашался? Вот. Ну, вы понимаете, в чем дело? У вас слишком многое завязано на мужчине, я полагаю. А в действительности нужно больше внимания уделять именно вам. Как это мне видится, потому что именно вы, именно ваша ответственность есть в том, как ситуация сложилась. Вы изначально на мужчину давили, вы изначально ставили ему условия, вы изначально были с ним, по его мнению, только ради семьи, и вы его использовали. И после этого, ага, он, по сути, по сути дел, начал использовать вас. Опять же, нравится вам это или нет, но он это начал делать. Он начал использовать вас и считает, считает, что имеет на это полное право. Понимаете, что самое скверное в этой ситуации? Что он считает, что имеет полное право вас использовать, потому что вы используете, использовали его. И если вы говорили, что вам нужна семья, то он, соответственно, и ведет себя так, мол, ну ты же хочешь семью, ты же хочешь ребенка, ты же хочешь, чтобы я взял тебя в жены, опять же хотел сказать замуж, в жены. Ну так значит, тогда, если ты этого хочешь, будь добра делать все, как я тебе говорю. Если хочешь замуж, будь добра делать все, что я тебе сказал. Если не хочешь делать все, что я тебе сказал, не будет никакого замуж. Печально об этом говорить, но именно вы создали вот эту вот структуру ваших отношений. Именно вы создали вот эту вот позицию дашь на дашь, как бы, когда вроде бы как вы требуете от него чего-то конкретного, хотя у вас вроде бы как есть страсти, вроде бы как у вас все хорошо, да, и так далее. То есть я хочу сказать, что это не он взрекает свое отношение на других, проектирует, точнее, свое отношение на других. А вы, вы, вы на него проектируете свое отношение к себе. И вот здесь и кроется основная проблема, как я уже сказал. Проблема в том, зачем, для чего вам, условно говоря, значит, ребенок, почему вам так это нужно, почему вы торопитесь, например, и так далее. И давайте сразу оговоримся, сразу оговоримся. Я понимаю, возраст, 30 лет и так далее, но вот вы хотели ребенка, вот вы хотели семью, и в итоге, что в итоге получилось? А в итоге вы увидите, что получилось. Получилось то, что человек получил чуть ли не легальный способ вас использовать. Человек получил чуть ли не карт-бланш на то, сквыла всячески принижать и устанавливать свои правила. Возможно, именно поэтому, по причине того, что он знал за собой такую особенность, он и не хотел вступать с вами в более близкие отношения. Но сейчас это, конечно, уже совершенно не важно. Важно другое. Важно то, что вы понимаете, что человек деспотичен. Вы понимаете, что человек, значит, вас откровенно, ну, как-то притесняет, да? Вы понимаете, что человек вас принуждает. Вы понимаете, что человек вас подавляет, но, тем не менее, вы все равно, вы все равно, даже когда расстались с ним, испытываете боль. Казалось бы, ну, нужно понять, что этот мужчина, например, не ваш. Казалось бы, нужно понять, что этот человек попросту не подходит вам. Он попросту не отвечает вашим требованиям, интересам. И вообще, и вообще у него есть свои проблемы, потому что вся эта ревность, все, что он делает, это все не на пустом месте, это все имеет основания. И если человек себя ведет так, значит, у него есть свои какие-то проблемы, здесь вы правы. Здесь вы правы. У него действительно есть проблемы, но проблема есть и у вас. Если вы говорите, что расставание, значит, произошло постепенно, просто перестали общаться на фоне обид, без обсуждений, и вы поняли, что человек уже вас, по сути дела, предает, то есть он подсадил к себе другую девочку, значит, он предал себя. Этот человек готов поступиться своими принципами, своими взглядами, да, ради того, чтобы получить желаемое, например, купировать негативные последствия от вашего расставания и так далее. И вам после этого все равно больно. А боль в чем, Елена? Вам больно почему? Из-за того, что вы не смогли реализовать свое желание, свою потребность, например, в ребенке? Или вам больно из-за того, что вы столько времени, сил вложили в этого человека и все пошло напрасно, все пошло в пустую? Или вы действительно рассматриваете возможность, действительно рассматриваете варианты, ну, например, встречания человека в условиях, когда он ничего не делает просто так? Я имею в виду, что он, ну, вас, как бы, принуждает к тому, чтобы вы делали что-то постоянно для него. И только тогда он делает что-то для вас. Вас действительно устраивает подобная модель отношения, вас действительно устраивает подобный вариант взаимодействия. Вы, ну, не считаете, что, как-то, вот, может быть, например, там, я не знаю, достойный больше? Вы не считаете, что вы, как-то, вот, достойный того, чтобы, ну, например, мужчина вас действительно любил, уважал, как-то ценил и так далее? Вы действительно считаете, что его позиция, его точка зрения, она для вас является, ну, более-менее приемлемой, что вы переживаете и испытываете боль? Или у вас боль от того, что вы, например, не смогли поговорить, ну, достаточным образом с ним и слышните вашу незавершенность, как бы, в отношениях? От чего у вас боль? Вы этого как раз-таки не говорите, вы этого как раз-таки не пишите, хотя это в действительности очень и очень важно, по большому счету. Это, наверное, самое важное из того, что вы нам здесь написали. И мне бы хотелось, чтобы вы как-то, вот, постарались сформулировать, что именно вам больно, от чего вам больно. Вот. И, собственно, вы говорите нам о том, чтобы мы вам помогли. Непонятно, опять же, какой именно помощи вы хотите. Если, например, ситуация такова, что вам, например, нужно, скажем, разобрать свои ценности, разобрать свои взгляды, разобрать свои приоритеты, ну, как, например, вы устраиваете отношения с мужчинами. Это одно. Ну, если, если помочь, перейдите расставание, и если вам больно именно из-за того, что вы, как бы, потеряли своего мужчину, а с ним вы получали, допустим, что-то для себя и что-то важное для себя, да? Если так, то это другое, и с этим тоже нужно, как бы, отдельно, я бы сказал, работать, понимаете? То есть моменты здесь именно такие, что именно вас беспокоят, чего именно вы хотите, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Какое отношение к вам, какое вы проявляли к нему, и как вы не соблюдали своего рода личный границ, когда, ну, его личный границ вы не соблюдали и не интересовались вообще, чего хочет он, что нужно ему. Ну, когда, например, ну, условно говоря, когда вставили его в такие ситуации, что ему нужно было решать, либо соглашаться на ваши условия или нет, да? Вот, это же отношения изначально договорные, и никто из вас не говорил, что любят друг друга. Поэтому невыносимая боль выжигает изнутри, причина боли требует своего объяснения. Причина боли требует своей проработки. И очень важно, чтобы вы относитесь к этому очень серьезно. Вот. И чего вы вообще хотите? С одной стороны, вы пишите, что человек вам вообще не давал жить, и никакой свободы с ним вы не видите. С другой стороны, вы пишите о том, что истина растет с каждым днем, и девушку вы увидели другую с работы, то это у вас явно реально. Ну, это нужно подумать, с чего вы вообще хотите в отношениях и что заставляет вас испытывать эту боль, потому что боль это ваша, и связана она именно с вашими собственными переживаниями, и до той поры, пока вы не поймете причин своей боли, пока вы не будете работать именно в направлении этой боли, ну, можно сказать, что она так и будет. А если говорить о том, что вам делать, с делом того, что вы вместе работаете, ну, здесь я вам могу сказать так. Значит, либо вы научитесь абстрагироваться и измените отношение к тому, что произошло, и к мужчине вообще, потому что, как я понял, он вас совершенно никак не задевает, не трогает, и не скандалит, не пытается оскорбить, как это бывает в аналогичных ситуациях, что, естественно, плюс. То есть у вас есть реальный шанс, у вас есть реальный шанс, значит, ну, ситуацию, как-то вот, знаете, кризис с наименьшими потерями для себя у вас есть реальный шанс, но для этого нужно, чтобы вы изменили свое отношение, к тому, что, собственно говоря, произошло. Для этого нужно, чтобы вы изменили свое отношение к тому, значит, что случилось. Для этого нужно, чтобы вы поменяли то, как в маме воспринимается вся эта вот, вся эта ситуация вообще, в целом. И тогда вы сможете нормально все существовать с ним, я полагаю. Вот. Вопрос в том, конечно, готовы ли вы это сделать? Готовы ли вы действительно к этому? Готовы ли вы, ну, хотите ли вы этого, потому что, ну, мало ли, может быть, и не хотите, может быть, и вам это все неинтересно и так далее. То есть вот именно в этой ситуации я рекомендую вам думать об этом направлении. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. И в разрешении своего ответа хочу сказать так. Если вы решаете выстраивать отношения по определенному принципу, как это у вас произошло, то уже несите ответственность за это до конца. Представляете требования к своему мужчине, ставите условия к своему мужчине, будьте готовы, что он тоже будет это делать. А то получается, что сами вы условия ставите, а вам условия ставить нельзя. Ну и с другой стороны, постарайтесь понять, что мужчина, он всегда был таким, и вероятно, он потому и так сближается тяжело, что для него создание семьи – это действительно такой серьезный шаг, который, условно говоря, является чем-то очень-очень серьезным. Я имею в виду в том плане, что если он видит женщину своей женой, то она, соответственно, должна быть классической женщиной. То есть, по сути, тот самый взгляд, о котором вы пишете, о котором вы пишете классический взгляд на семью. И у него действительно классический взгляд на семью. То есть, обгоняя гиберпроектированная форма, которая начала проявляться, когда он увидел, что действительно в вас нуждается, и вы действительно нуждаетесь в нем. Понимаете? Вот. Это два момента – цель создания отношений, значимая для вашей семьи и ребенка. И второе – это основа для отношений и ее выбор. А также предмет боли. То есть, почему именно больно? Чем связана боль? Вот. С этим и нужно с вами работать. И я, к сожалению, вынуден констатировать, что на этот запрос в рамках одного ответа на ваш вопрос нельзя отпитать. Для этого нужно работать с вами. Я желаю вам удачи и всего самого доброго.